Здравствуйте друзья! Свой сегодняшний обзор я хочу посвятить замечательному гаджету от Broadlink универсальному пульту дистанционного управления, способному считывать, сохранять и воспроизводить не только обычные инфракрасные пульты, но и радиопульты, работающие на частотах 315 и 433 МГц. Также уделю внимание практическим аспектам интеграции в домотикс и создании сценариев работы. Так как модель Broadlink RM Pro уже неоднократно обозревалась, я решил поработать с моделью Broadlink RM Plus, которая стоила ровно столько же, сколько и Broadlink RM Pro, а на русской версии магазина RU Gerbest.com значительно дешевле. Как выяснилось несколько позже, когда я уже ждал заказ, RM Plus является ОМ-вариантом первой версии RM Plus, отличие только в верхней крышке корпуса и отсутствие указаний на производителя. Поставляется устройство в простой белой картонной коробке, без каких-либо опознавательных знаков, что говорит о том, что данный тип продукта является ОМ-версией, без бренда. В комплекте у нас идет сама база, инструкции на английском языке и микро-USB кабель питания стандартный. Он достаточно длинный. Сейчас я его размотаю. Так что подключить где-то в удаленном месте базу вам его хватит. База сделана в виде такого треугольника, такой артефакт, не знаю, гравицапа такая. Видите, опознавательных знаков совершенно никаких нет. На нижней части имеется место вот такое под наклейку, на которую обычно указывают технические характеристики, но наклейки тоже нет. На одном из торцов имеется два светодиода. Это Wi-Fi, активность и передача сигнала. На другом торце имеется кнопка RESET и питание микро-USB. Здесь ничего нет. Размеры. Вот так у нас любая из сторон. Примерно вот у нас получается 113 мм. В толщину вот у нас примерно 38 даже, да, даже нет. Вот так 37 мм. Вот как-то так. Ну и для сравнения покажу уже обозренную мной базу Xiaomi. Видите, она такая. Примерно похожего размера, но значительно тоньше. Вот так, если сравнить. Но зато база Xiaomi, в отличие от RM+, которая является по своей сути копией RM Pro, она не умеет работать с радиокодами на частоте 315 и 433 МГц. Для подключения к Broadlink RM Plus нам понадобится штатная программа E-Control. Она обнаруживает новое устройство, после чего нужно ввести пароль к Wi-Fi сети и устройство появляется в общем списке. Дальше мы можем добавлять пульты. Можно выбирать среди класса устройств, можно добавить пульт вручную, например кондиционер. Конечно, имеется возможность вручного добавления кнопок. Внешний вид кнопок можно выбрать из шаблона, либо создать свои, после чего кнопки следует обучить командам реальных пультов. Для инфракрасных пультов достаточно нажать обучение, направить пульт на RM Plus и нажать нужную кнопку. Для радиопультов нужно сначала нажать кнопку сканировать, во время сканирования удерживать нужную кнопку на пульте и после этого нажать обучение и вновь нажать на кнопку пульта. Комбинации кнопок в любом порядке и любых пультов можно объединять в сценарии и запускать одним нажатием. А для сценариев можно выбирать даже собственное фото. Интеграция в Domotix. Для интеграции в Domotix нам нужны ровно те же действия, что и для удлинителя, про которые рассказывал в своем обзоре про смарт-удлинитель Broadlink MP1. В данном случае я вообще ничего не делал. Если у вас еще нет инсталированных скриптов по управлению Broadlink, то рекомендую посмотреть мой обзор про смарт-удлинитель и сделать все действия, описанные в нем. Обязательно присваиваем статический адрес нашему устройству, иначе оно при перезагрузке роутера просто может потеряться. Самое время приступить к созданию базы кодов. Для этого есть несколько путей. Я использую бесплатное приложение RM Bridge. Приложение состоит из двух частей. Первое – это устанавливается на телефон RM Bridge. Вот, запускается, и мы здесь стартуем сервер. Этот сервер показывает нам наш локальный IP-адрес и порт, к которому надо будет присоединиться при помощи ПО, которая находится на официальном сайте. После того, как мы запустили на нашем смартфоне приложение и стартовали сервер, мы вводим локальный IP-адрес, здесь в этом окошке на сайте RM Bridge, ссылку я дам под описанием этого видео, и нажимаем «Загрузить устройство». Вот загрузилось наше устройство, здесь чуть-чуть на китайском, вот это его MAC-адрес. Вот, и переходим к шагу третьему – обучение кодом. Здесь есть две кнопки. Первая кнопка – это частотное сканирование, она нам нужна для обучения радиопультов. Для того, чтобы обучить радиопульт, мы сначала нажимаем эту кнопку и удерживаем нажатой кнопку, которую мы будем обучать. После этого, здесь начнет крутиться такое вот окошко в правом верхнем углу, после того, как оно перестанет, нажимаем «Обучение коду» и нажимаем уже короткое нажатие на кнопку радиопульта. Для ИК-пультов все проще, мы просто нажимаем «Обучение кода», наводим, вот я нажал на кнопку, крутится сверху значок, вот он перестал, и вот результат, вот наш считанный код. Вот этот вот код и является искомым, нам надо его скопировать и использовать при работе с этим устройством. Вот так постепенно я себе создал такую текстовую базу кодов. Все, в принципе, коды мне не нужны от культов, вот, например, от Android Box я считал только один код возвращения назад. От телевизора включить-выключить и отключение звука. От увлажнителя включить-выключить одинаковый код, повышение влажности и включение режима ионизации. Это у меня работает в сценариях по контролю влажности. Запуск пылесоса, вот только один сигнал я считал на iLife A4, это сигнал старт уборки. Вот код, который только что я считал, это конденционер включения вентиляции на 25 градусов. Вот этот код. И, ну, в принципе, есть смысл продумать, какие коды от каких пультов вам нужны, сесть, потратить там полчаса времени, считать, сделать себе такую базу и в дальнейшем пользоваться вот такой вот текстовой базой. Это будет удобно и быстро. А вот и пример скрипта, который делает отсылку, в данном случае, одного считанного кода. Здесь не имеет значения, это код радиопульт, ну, радиокод или инфракрасный код. Здесь мы коннектимся к устройству, здесь мы указываем IP-адрес и MAC-адрес нашей базы, RM в данном случае плюс. Подключаемся к устройству, присваиваем значение переменной myhex, вот этот наш считанный код весь длинный, берем в кавычках. И дальше используем команду отправки данных, где мы из этой переменной myhex, мы декодируем вот этот вот код и отправляем данные. Он отправляет как инфракрасный, так и радиокод, значения не имеет никакого. Также в одном скрипте мы можем отправить сразу пачку кодов. В данном случае это скрипт запуска увлажнителя. Мы тоже самое, подключаемся к устройству и начинаем отправлять один за другим коды. Первый код мы отправляем, я отправляю включение увлажнителя. Пошла отправка, дальше 1 секунда пауза, беру следующий код, это код повышения влажности на 5%, отправляю его. Такой же самый код через 1 секунду еще раз отправляю, повторяю несколько раз. Это нужно для того, чтобы увлажнитель сам по себе не отключился. Я хочу, чтобы он отключался тогда, когда я ему посылаю этот сигнал. Поэтому я поднимаю влажность до 70%, он никогда ее не наберет. И таким образом он работает постоянно до тех пор, пока я его не отключу. И последний код это включение режима ионизации. То есть в данном скрипте у нас отправляется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раз отправляется код в одном скрипте. Между кодами 1 секунда паузы. Вы можете отправлять в одном скрипте коды от разных пультов, делать сколь угодно сложные сценарии. Если вам надо, чтобы зайти в меню телевизора 25 раз нажать там кнопки вправо-влево, один раз надо просто запомнить эту последовательность, создать скрипт. И по нажатию кнопки вам эта база будет выдавать всю эту последовательность кодов. И будете заходить в самое глубокое меню по нажатию одной кнопки, совершенно не напрягаясь. Это очень удобно. Теперь нам осталось сделать только файлик скрипта на нашей малинке. Вот я назвал его кондвент 25. Вставляю вот этот скрипт, который я написал. Ctrl-X. Сохраняем его. Вот. Готово. Теперь наш созданный файлик надо сделать исполняемым. Даем ему права на исполнение. И после этого даем ему права 3 семерочки. Все. Наш файлик готов. И мы можем использовать этот скрипт в виртуальном переключателе на домотексе. Сейчас покажу, как это делается. И теперь осталось только создать виртуальный переключатель. Я его назвал конденционер 25 градусов вентиляция. Тип переключателя on-off. Подобрал ему вот такую иконку. Здесь нам не нужна задержка. И записываем путь к нашему скрипту. Скрипт. Два слыша. И дальше путь к нашему вновь созданному скрипту. Сохранить. И можно попробовать включить. Вот. Только что прожужжал конденционер. Он включился на вентиляцию 25 градусов. Таким же образом можно считать. Вот это шум пошел конденционера сейчас. Считать код выключения. Задать его на действие при выключении. И при выключении вентилятора. Соответственно выключать этот конденционер. И в качестве небольшого бонуса. Под конец видео я приведу пример одного из своих климатических сценариев. У меня их три. Они в принципе одинаковые. Вот. Только два сценария работают с розетками. А вот этот сценарий работает со скриптом. Который запускает управляющие инфракрасные коды. Влажнителя воздуха. Значит по скрипту. На что стоит обратить внимание. Во-первых. Это режим запуска тайм. То есть он запускается по времени. Раньше у меня этот скрипт работал в режиме девайс. По изменению влажности на датчиках влажности. Но этот сценарий мне не очень понравился. Так как изменения иногда могут происходить очень быстро. И в общем не подходит мне такой сценарий. По времени работает он лучше. На что стоит обратить интересного внимания в этом сценарии. Первая это функция определения буднего или выходного. Мы просто считываем номер дня недели системный. Номера все дни недели нумеруются цифрами от 0 до 6. Где 0 это воскресенье. 6 это суббота. Соответственно дни с 1 по 5 это у нас будние дни. 6 и 0 день это выходной. И эта функция нам возвращает значение дня недели. Дальше у нас начинается собственно сам скрипт. Что в этом скрипте? Сначала переменные. Мы присваиваем переменной time время. Переменной data дату. Переменной weekend. То что возвращает вот эта функция. Это будний или выходной. Дальше мы возвращаем значение влажности. Датчика влажности Xiaomi. Значение температуры от того же датчика. И email to это email куда будет отправляться отчет о включении и выключении увлажнителя воздуха. И дальше у нас такие условия. Если у нас будний день и время с 7 утра до пол 11 вечера. Режим time проверяет это условие каждую минуту. Если у нас влажность падает равна или меньше 45%. И виртуальный выключатель, который управляет увлажнителем, выключен и окно закрыто. Тогда мы включаем увлажнитель. Увлажнитель, виртуальный датчик запускает скрипт, который генерит все эти коды инфракрасные на увлажнитель и включает режим увлажнения. После этого формируется вот такое вот письмо. Гостиный увлажнитель включен в время, дата, влажность, передается влажность в процентах, температура. Температура, я здесь сделал вот такой вот оператор, так как температура присваивается с точностью до 10 знака. Мне столько не надо, я беру с 1 по 4 знак. То есть, если температура там 21 и 2, 2, 1.2, то есть 4 знака пересылается. Мне такая точно не надо. После чего мне отправляется письмо, что включен увлажнитель. Второе условие обратное. В то же самое время, если влажность равна или больше 55% и включен, то есть увлажнитель в будний день, тогда мы его выключаем и аналогичное письмо ждем, что увлажнитель выключен. Для выходных это время сужается не с 7 утра, а с 9 утра. То же самое, 45 и выключен, включаем, 55 и включен, выключаем. Дальше, вечернее условие после пол-одиннадцатого с 22.31, поставил до полночи, если вдруг в момент наступления этого времени, чья ночного увлажнитель включен, мы его выключаем. И то же самое условие на открытие окна. Оно действует от 0 до 23.59. Если открывается окно, извините, если открывается окно и увлажнитель включен, тогда мы его выключаем и генерируем письмо. Гостиная, открытое окно, увлажнитель выключен. Текст скрипта я вам приведу, будет в текстовом обзоре ссылка, на которую я дам под этим видео. Так как если я буду давать полный текст скрипта, все вот эти вот время, вот это вот все, YouTube, его будет определять как маркеры времени видео. И нельзя будет ставить. Поэтому переходите на текстовый обзор, там все эти коды скриптовать и будут. Надеюсь, этот небольшой урок по считыванию и созданию базы кодов, а также этот сценарий, были вам полезны и интересны. Дальше будет еще много интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!